Жители села Михаила Лукашева всем миром встали на защиту своей сельской больницы. Это лечебное учреждение обслуживает 17 окрестных сел, в котором живут больше 4 тысяч человек, в основном людей преклонного возраста. Однако администрация центральной районной больницы приняла решение ликвидировать Михаила Лукашевскую больницу. Формальный повод – отсутствие в ней квалифицированных кадров. Продолжение темы в следующем репортаже. Михаила Лукашевская больница, основанная 137 лет назад помещиком Михаилом Лукашевичем, пережила несколько революций и войн. Однако на 2019 году независимости Украины ее деятельность решили приостановить. Официальным поводом стало, как объясняет руководство Вальнянской центральной районной больницы, отсутствие в сельском стационаре квалифицированных кадров. Как утверждают медицинские чиновники, ни один из четырех врачей не аттестован и не имеет квалификационной категории. И это якобы влияет на уровень предоставляемой медицинской помощи. А стало быть, больница работать не должна. Эта новость вызвала бурю возмущения у жителей сел, которые обслуживает больница. Они собрали общественное вече, на которое пригласили представителей Вальнянска. Михаила Лукашевцы считают, что врачи их больницы – прекрасные профессионалы практики. А то, что их своевременно не отправили на аттестацию – вина в первую очередь чиновников от медицины. «Если эту больницу закроют, мы не выживем», – говорят местные жители. В Вальнянской ЦРБ тоже дефицит кадров. И чтобы получить там помощь, надо очень постараться. Кульминацией собрания стало выступление известного запорожского бизнесмена Геннадия Бурки, выходца из этого села. Он подверг администрацию районной больницы жесткой критике. «Вы бюджетник, вы получаете деньги из бюджета. Мы вас наняли на работу. А вы говорите, виноваты они, виноват сельский совет. Это не их проблемы. Им Конституция, почитайте внимательно, обеспечивает бескоштовное ликувание, которое вы тоже похоронили, понимаете, своими благотворительными фондами всевозможными, поборами и всем прочим». По словам выступавших, в селе за последние годы закрылось немало социальных объектов, которые стали безвозвратно утраченными. Последним примером стала ликвидация местного тубсанатория. «Если и больницу прикроют, больше ее здесь никогда не будет», – считают Михаила Лукашевцы. «Надо не закрывать, а наоборот развивать сельскую инфраструктуру». А деятельность чиновников, по мнению жителей села, больше напоминает вредительство. «Вы работаете на двойку, понимаете? Тут многие люди, я, может, не сторонник диктатуры и чего-то, многие уповают на Сталина. Так я вам скажу, при Сталине вас бы расстреляли. Вот, понимаете, показатель». По словам Геннадия Бурки, вопрос Михаила Лукашевской сельской больницы уже поднят на уровень облздрава и обладминистрации. И их руководство заверило, что этот стационар не закроют. Продолжение следует.